Кинохроники Средиземья Хотел сказать для Кинохроники Средиземья, что Республика Ужопис была первой республикой, которая признала независимость Средиземья, чему мы им очень благодарны. Друзья, сейчас вы увидите самую засранную парадку в своей жизни. Женя, Жень, открывай. Можно? 4 из 10 я старую. Не больше. Это не очень. Привет, друзья. Меня зовут Миша Ройнкайнен. Вы смотрите мой тревел-блог. И это вступление я пишу сразу из двух стран. Моя правая нога находится в Латвии, левая находится в Литве, а этот пограничный столб, собственно, есть границы двух стран. Так, кажется, я только что сломал что-то в Латвии, значит, мне надо прятаться в Литве. И заодно я расскажу вам об этой стране немного. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok В самом центре Вильнюса есть замечательный памятник одному из величайших деятелей Литвы, Гедемину. И видите, не замечаете ничего странного в нем? Он наклонен немного. Изначально его планировали ставить на холм, который был наклонен. И тогда бы этот Гедемин смотрел и показывал литовцам, что он покровительствует им. Вот он был вот так, наклонен бы, и это было бы нормально. Но вот он поставлен на одной из центральных площадей Литвы. И выглядит это, ну, немного странно. Он как будто как зомби такой. Идет, идет, идет на литовцев, на всех смотрящих. Выглядит достаточно смешно. Активия летает. А это президентский дворец. Здравствуйте, вы говорите по-русски? Да. А продолжите поговорку. Тише едешь? Тише едешь. Ага, так, хорошо. А яблоко от яблони? Недалеко. Недалеко что? Да, близко, близко очень. Недалеко. Что надо делать с дерева? Прямо. Падает. Падает. У литовцев есть национальное блюдо, называется цепелина. И вот нам сообщили, что в одном подвальчике самое цепелинное цепелинное в Литве. И сейчас мы попробуем. Вообще, что это такое? Я не знаю, что такое цепелин. Цепелин – это дирижабль. Вот в этом подвальчике. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что такое цепелина? Я знаю, цепелин – это такие дирижабли. Литовская национальная кухня. Литовская национальная кухня. Расскажите, картошка с мясом, это что-то белорусское, нет это литовское, вы едите цепелины? Да. Как часто? Не могу сказать. Сегодня вы ели цепелины? Нет. Почему? А сегодня будете? Сколько штук съедите? Один, а он большой? Они маленькие, зачем объедаться? Да, не надо объедаться. Вот меню с цепелинами. Целых 12 видов цепелинов. И что-то я пока ни одного не могу найти. Где? Говядина, дичь. Ты нашла цепелины, Маша? Да, вот, Жаня. Я с ней тоже их нашла. А, вот, цепелины. Цепелины, цепелины, цепелины. По 5 евро где-то. Стоят они 4,50. Цепелины. Цепелины. Их едят ложкой, да? Ну, это стоит вилкой, наверное. В общем, это что-то похожее по консистенции на такую кашицу, густую. Я не знаю, как это назвать даже. Сейчас попробую все это как-то. О, так. Цепелин. Большая картофелина с мясом внутри, видимо. Подается со сметаной и шкварками. Я не знаю, что рассказывать. Я очень плохой футблогер, вы уже мне говорили это, но тем не менее я продолжу. Сейчас я распетрушу цепелин. Прям напополам. И там внутри мясо. А что за мясо, кстати, Томас? Женина. Вот не очень хорошо говорит по-русски. Попробую цепелин. Смотрите, это какое-то желе вообще. Крахмал. Вот я, значит, когда я был молод, я работал расклещиком Афиш, и каждое утро я на кухне варил клей из крахмала. И вот это... Клейстер. Клейстер, да. Это выглядело бы примерно вот так же. Даже не попробовал. Да, на вкус примерно то же самое. И, собственно, мясо. Все? 4 из 10 я ставлю. Не больше. Это не очень. Выглядит совсем не очень. Кажется какая-то клейкая. Но это же без мяса. Без мяса, потому что вот этот молодой человек, Женя, распетрушивает цепелины. Прям из тарелки вот этой, из общей забирает мясо. Кто-то можно есть. Это мясо ок. Мясо ок. Женя, Женя, что же с нами стало? А ты любишь цепелины, да? Вот Тимур любит цепелины. Народные литовские песни. Друзья, сейчас вы увидите самую засранную парадку в своей жизни. Женя, Женя, Жень, открывай. Можно? Давай, давай. Вы готовы? Смотрите. Это просто пи***ц. Вы... Тут как будто был завод... Нет, тут как будто был склад каких-то красок и все взорвалось нафиг. Разнесло к чертям. И вся парадка... Вся парадка изрисована. Здесь что был? Парад граффитчиков. Я даже не знаю, что на эту тему можно сказать. Это... Это какая-то невероятная штука. Ух... Ой, я не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вон туда, в комментариях. Я в шоке. Просто в каком-то творческом экстазе от этого. Интересно, ее специально не закрашивают, не ремонтируют, потому что это уже стало арт-объектом. Или что? Разукрашивают в Вильнюсе не только парадки. С граффити тут тоже все в порядке. Вот, например, гигантское граффити на доме. И рядом же Трамп нежно обнимает Владимира Владимировича и дышит ему изо рта в рот дымом конопли. Make everything great again. Сделаем все лучше снова. А на соседнем же доме тоже неплохая композиция. Граффитчик изобразил другого граффитчика. И вот еще. Смущает только, что все это почему-то соседствует с помойками какими-то. Вот помойка. И вот здесь тоже мусорка. Больше мусорок, больше, больше. Друзья, возможно, вы не знали, но я являюсь князем небольшого королевства в Африке. Подробнее вы можете узнать, тыкнув на ссылочку в углу экрана. Сейчас не буду останавливаться. И, находясь в Вильнюсе, я решил посетить дружественное нам государство Ужупис. Вон он, позади меня. Да-да, это настоящее государство в центре Вильнюса. Сейчас я покажу вам его подробнее, а после поприсутствую на официальном мероприятии в качестве почетного гостя. Я и толкну там какую-нибудь умную, ну или не очень умную речь. Ах, поехали. Вообще изначально Ужупис был творческим кварталом, таким мега-кластером, где тусовались художники, скульпторы, ну и всякая молодежь такая хиттерского типа. А потом они решили, почему бы нам не отделиться. И объявили себя независимыми. А местная мэрия Вильнюса и вообще литовцы, правительство Литвы не стали им особо мешать. Потому что, ну это потрясающий туристический потенциал. Мы с вами пришли на центральную площадь Ужуписа, называемую площадь с Ангелом или Ангельскую площадь. Как и положено, в центральной площади висит флаг государства, ладонь в синем круге на белом фоне. Дворики Ужуписа скрывают много всего интересного. А вот, например, английский кэп с английскими же номерами. Друзья, а перед вами настоящий правитель Ужуписа Пунулис. Вот он, это король Ужуписа. Я рад объявить номиненту на пост посла в Королевской Средиземье. Его будущее, среднее превосходительство, пока еще будет высокое превосходительство. Князя Михаила. Спасибо большое. Ваша святейше-то чертова. Да как хотите, просто ваше. Ваше. Не ваше, мое. Я бы хотел сказать для кинохроники Средиземья, что Республика Ужупис была первой республикой, которая признала независимость Средиземья, чему мы им очень благодарны. И мы обещаем, что контакты между двумя независимыми государствами будут налаживаться и дальше. И в скором времени мы откроем физические представительства в Средиземье, в Ужуписе наших государств. Спасибо. И обязательно зашлем своего кота, который будет исполнять роль посла Средиземья, в Ужуписе. На одной из центральных улиц Ужуписа находится Конституция Республики, написанная на... Ну, в общем, здесь много языков, и в том числе русский. Давайте уже ознакомимся с ней. Пункт первый и самый главный. Человек имеет право жить рядом с Вильняля, а Вильняля течь рядом с человеком. Это река, которая окружает Ужупис. Пункт номер два. Статья номер два. Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу. Ну, что логично. Пункт номер три. Каждый имеет право умереть, но не обязан, и так далее. По списку, друзья, ознакомиться с Конституцией Ужуписа вы сможете по ссылочке, которая будет внизу под этим роликом. Скульптура русалки и качели. Качели прямо под мостом тоже одни из символов Ужуписа. Да, здесь можно просто так взять и покачаться над мирно текущей речкой, служащей границей Ужуписа и Литвы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у вас есть виза Ужуписа? Что это значит виза? Ужупис. Вот это государство Ужупис называется. Да. У вас есть виза сюда? Нет. Нет? То есть вы нелегально здесь находитесь? Нет. Мне нужна виза. Нужна, нужна виза. Вы нарушили правила, вы должны... А, я тоже знаю. Штраф, штраф, вы должны сказать... А тут такая информация у вас. А, я здесь работаю. Вы должны сказать, значит, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это штраф такой. Скажите на камеру, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. На канал. Все, молодцы. Вы свободны. А вы говорите по-русски, да? Да. Немножко. А вы здесь живете, да? Нет. Нет? Из Каунаса. Как? Из Каунаса. А вы можете продолжить поговорку? Кто не работает, тот... Пьет. Нет, нет, нет. Кто не работает, тот ест. Тот ест. Да. А работа не волк? В лес? Не идет. Нет? Что? Не идет. Не идет, да. Спасибо, что посмотрели этот ролик из Литвы уже в следующем. Мы вернемся на территорию России, в Калининградскую область, и я расскажу об уникальнейшем месте в нашей стране, в Куржской косе. Это реально что-то непередаваемое. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк и расскажите о нем кому-нибудь из друзей. Ну, а я поехал. О. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, не сверш Biraz более 4 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok